Илон Маск провалился, провалился, полный, полный, это фиаско, братан, сказала вся официальная Россия Илону, 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 он вроде Илону, Илону Маску, хотя весь мир просто наблюдал за этим, за всем, ну и в России много нормальных людей следили, это грандиозная победа человечества. Это не американцы, это не Илон Маск, это не определенная нация, это человечество успешно запустило тяжелую ракету, ну там в этом запуске были какие-то там проблемы, и главная ступень, я так понимаю, разбилась, и эти двигатели работали немножко дольше, но в целом это случилось, И красная тачка с открытым верхом летает сейчас вокруг солнца. Это совершенно потрясающее какое-то событие, и, наверное, возможно, даже более потрясающее, чем вот этот вот запуск, выглядит приземление обратное двух ступеней, которые сохранились, давайте там буквально 14 секунд посмотрим, насладимся еще раз этим фантастическим зрелищем. Ну это же реально потрясающее, и это достижение человечества и наше, оно принадлежит и человеку, который живет в Нью-Йорке, и человеку, который живет в Новосибирске, и который живет в любой деревне. Это мы сделали все вместе, мне, кстати говоря, пишут о том, что телеканал «Дождь» все-таки полчаса назад что-то опубликовал, ну если опубликовал, большие молодцы, хорошо, тогда с телеканала «Дождь» вопросы снимаются. «Приходько скажет, что чушь мутикам путь», пишет Сергей Бабичев. Ну, Дерипаска, на самом деле, час назад, он и сказал, что это псевдорасследование дискредитирует только его авторов, имея в виду меня. Ну так возвращаясь к Илну Маску. Потрясающая ситуация, да? Как наш, любой наш успешный запуск — это достижение человечества. Любой наш провал в сфере космос — это поражение человечества. У американцев то же самое. И я к этому так отношусь, и мне кажется, любой нормальный человек к этому так должен относиться. Но наши чиновники и наша вот эта вот гоп-компания, которая любит называть себя почему-то демократической общественностью, она просто сходит с ума. Она переживает такое впечатление, что им нанесли поражение. Вот этот вот летающий красный автомобиль Тесла, всем забавно об этом думать, всем интересно об этом рассуждать, все радуются. Но только российские госслужащие страдают. Они хотят сейчас обязательно вспомнить, у Теслы же убытки, у нее квартальные отчеты. Конечно, Игорь Буренков, пиар-директор Роскосмоса, у Роскосмоса есть пиар-директор, выступая в эфире радиостанции, просто вот нам рассказал про то, что, ну, конечно, это была большая неудача Илона Маска. Давайте послушаем, 1 минута 4 секунды. А для вас это такой успех, скажем, наших конкурентов или это некий общечеловеческий успех? Как вы это расцениваете? Ну, надо быть очень осторожным. Дело в том, что, понимаете, есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом и, в общем, заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Ну, и, естественно, они для этой, в общем, разные устраивают промо-акции. Если вы заметили, значит, этот запуск, он сопровождался ведь не пустой какой-то болванкой там или какой-то там нагрузкой, которую, в принципе, ну, было бы не жалко потерять и в случае неудачи. А он конкретно совершенно автомобилем сопровождался. Тому есть наверняка причина, если внимательно посмотреть, ну, мы сразу догадаемся, что, значит, этот автомобиль, он тоже не чужой. Маск просто рекламировал Теслу? Вот, ну, скоро же собрание очередное, значит, нужно каким-то образом, ну, поправлять дела. Дела-то плохие у Теслы, это все знают. Конспирология. Ну, я не знаю, конспирология летна, а, на самом деле, ну, это очень хороший трюк, это замечательно. На самом деле, частное предпринимательство, оно, как бы, ну, показывает, что необходимо. Понимаете, плохие дела у Маски, у него убытки, поэтому они делают трюки. Это говорит нам Роскосмос. Парни, вы космодромы перепутали. Это же ваш Рогозин сказал, ой, мы запускали с Восточного, а настройки были, как для Байконура. Вы перепутали. Космодром, что вы можете сказать этому Илону Маску с его убытками? Ну, да, у него компания сейчас убытки, но это же частная компания. Она запускает ракеты, это, очевидно, не может приносить сейчас прибыль. У нас Роскосмос и все остальное, ну, это вообще плановая убыточная деятельность, но она и должна быть убыточная, да. Это те убытки, которые компенсируют человечество, налогоплательщики, для того, чтобы мы развивались. Так оно и должно быть. Ну, смехотворно на это смотреть. И в этом смысле, ну, просто, как бы, конечно, ну, хочется сказать им, ну, почему вы не можете радоваться вместе со всеми? Зачем вы этим занимаетесь? Ну, если заниматься, ну, то есть, просто мы превратимся, знаете, в каких-то таких странных людей, которые любую какую-то чушь попытаются истолковывать так, как будто это наше достижение. У них, ну, у Маска полетело там что-то, да? Значит, ты крутой, Илон Маск, да? Значит, вот ты считаешь, что ты можешь делать крутые вещи? А вот так ты можешь сделать? А можешь ты назначить сына вице-премьера, гендиректором авиапредприятия? Просто какого-то чувачка, который никогда не имел никакого отношения. Слабо тебе это сделать, Илон Маск? А мы можем это сделать. In your face, то, что называется Илон Маск. Ты крутой, ты запустил ракету, а вот так ты можешь? Так, су, утопить. Можешь, Илон Маск? Не можешь? Хорошо. Если ты считаешь, что там твой красный родстер кого-то очень сильно удивил, летая вокруг этого, а как тебе наш робот? Вот такого робота тебе слабо запустить, Илон Маск? Куда-то в космос или посадить за руль своей красной Теслы? А мы можем это все сделать. И, ну, вот такого рода сейчас выглядит диалог. Он совершенно, ну, какой-то совершенно дикий. И вице-премьер правительства России в ответ на то, что Маск запустил свою ракету, заявил, знаете что? Ну, это, конечно, хорошо, но все-таки русский народ талантливее американского. Ну, окей. Что он хочет этим сказать? Что это вообще должно означать? Ну, они запустили ракету, а у нас в ответ заключенные сделали тягач, вернее, сделали ракету Тополь-М из снега в натуральную величину и покрасили ее. И мы вот таким образом демонстрируем свой талант в ответ на них. Ну, то есть это вообще какие-то странные дискуссии, несоизмеримые вещи. Никто даже не понимает, почему мы должны это обсуждать. Да на самом деле, если посмотреть конструкторов и инженеров, которые работают у Маска, я уверен, что там огромное количество русских, российских, бывших российских, кого угодно. Это наше общее достижение, почему мы как государство выглядим вот такими идиотами сейчас, что там вот оспариваем это все, придираемся к этому всему. У нас был грандиозный, грандиозный успехи в космосе. И эти успехи в космосе были, между прочим, в том числе, несмотря на идиотскость российского государства, что точно бы не смог сделать Илон Маск. Он не смог бы запускать ракеты с двумя сломанными челюстями, как это делал Сергей Павлович Королев, наш великий конструктор, который сидел, как известно, в ГУЛАГе, в которого там избивали, которого пытали, но тем не менее он все равно был великим конструктором. Но давайте говорить тогда о наших достижениях, о том, что мы можем делать. Наверное, проблема в том, что достижений сейчас не очень много. Я сейчас вам покажу довольно ужасную инфографику. Это количество спутников. Вы видите, это количество спутников, которые разного назначения. США, Китай, Россия и другие разные страны. Голубенькие спутники — это коммерческие. А оранжевенькие — это военного назначения государственного. Вы видите, что у нас вообще, в принципе, их очень-очень мало, меньше, чем в Китае. Ну, то есть, больше, чем у Буркина-Фасо или больше, чем у Зимбабве, но гораздо меньше, чем у США и гораздо меньше, чем у Китая. То есть, в этом смысле мы давно не лидеры уже. И большая часть наших спутников — это военные спутники, государственные. То есть, с точки зрения коммерческой космонавтики, с точки зрения в этом плане развития космоса, мы просто безнадежно отстаем и вина в этом конкретно Владимира Владимировича Путина, который именно за эти 18 лет угробил космонавтику. И здесь невозможно списать ничего ни на какие проклятые 90-е. Проклятые 90-е давным-давно закончились. И, между прочим, в проклятые 90-е у нас нормально работали предприятия. Ракета «Протон» была самым надежной ракетоносителем в мире. И мы весьма успешно занимались коммерческими запусками и были тогда лидерами. А сейчас мы это лидерство растеряли. И в этом смысле российское государство, да, оно должно сейчас не цепляться к Маску, говоря о том, что у тебя Маск там, у тебя 400 миллионов убытков. Или такая шутка была, я посмотрел там, в том, что называется «Патриотический твиттер». Звук в космосе не распространяется. Поэтому то, что ты включил там Дэвида Боуи в машине, это не работает с точки зрения физики. Классно, у Ели, фиаско Илона Маска, звук в космосе не распространяется. Но он сделал прикольную вещь. Он привлек внимание миллионов людей, потому что красная тачка, космонавт сидит за рулем, играет музыка. Звук не распространяется. Да, инопланетяне, жители Марса не услышат этих звуковых волн. Но это прикольная вещь. Давайте поаплодируем ему. Сделаем такую же прикольную вещь. Ну и мы можем делать. Посмотрите, наши космонавты ведут классные инстаграмы. Делают селфи с орбиты, с Международной космической станции. Давайте тоже такие вещи делать, а не цепляться к этому Илону Маску и не заниматься такой реально отвратительной и глупой вещью, как попытаться конкурировать там, где конкурировать не нужно. Это общечеловеческие достижения.